В 70-х и 80-х годах прошлого столетия не было в Европе место беспокойнее, чем Северная Ирландия. Сторонники и противники нахождения этой территории под властью Лондона годами взрывали, расстреливали и резали друг друга. Конец этой резне положило соглашение, подписанное еще в 1998 году. Но шанс на достижение долгосрочного мира в Северной Ирландии появился только сейчас. Состояние, в котором все 70-е, 80-е и большую часть 90-х годов прошлого века находилась Северная Ирландия, вполне официально именуется «Смутой». Сторонники полного прощания с королевской властью тогда вели партизанскую войну с теми, кого принято называть лоялистами – людьми, требовавшими оставить север острова Ирландия под контролем Лондона. Эта война стала продолжением долгой и кровавой борьбы ирландцев за собственное государство. В середине 20-го века эта борьба увенчалась успехом, но лишь отчасти. Лондон согласился на независимость лишь двух третей острова Ирландия, на которых сейчас расположена Республика Ирландия. Северная конечность острова так и осталась в составе королевства. Оно с тех пор так и называется – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Многие ирландцы как с севера, так и с юга острова с таким положением дел не согласились и силой начали выдавливать британцев с территории, которую считали своей. Ирландская республиканская армия, временная ирландская республиканская армия, настоящая ирландская республиканская армия, «Ольстерские волонтеры», «Коммандос красной руки» – это название лишь части группировок, участвовавших в смуте с разных сторон. Когда после десятилетий вражды, десятков тысяч раненых и нескольких тысяч убитых, представители этих групп поняли, что никому из них в этом противостоянии не светит скорая победа, они заключили компромиссное соглашение о совместном управлении Северной Ирландией, коалиции пробританских политиков и сторонников полной независимости. Известный как «Соглашение Страстной Пятницы», документ этот был подписан в 1998 году. Правда, разного рода согласования и уточнения пришлось вносить в компромиссное соглашение еще много лет. И по-настоящему коалиционное правительство смогло заработать лишь после 2007 года. И, как оказалось, ненадолго. Последние три года Северная Ирландия вообще живет без своего правительства. Основные входящие в него партии, тяготеющая к Лондону демократическая юнионистская партия и убежденные сепаратисты из Шинфейн умудрились поссориться при рассмотрении закона, кто бы мог подумать о зеленой энергетике. Да так, что годами бойкотировали заседания кабинета министров. Но готовящийся Брексит, выход королевства из состава Евросоюза, подстегнул прежде непримиримых противников к возобновлению сотрудничества. И лоялисты, и сепаратисты боятся оказаться в проигрыше. Юнионисты понимают, что Шинфейн не упустит случая развернуть агитацию за воссоединение Северной Ирландии, состоящейся в Евросоюзе Республика Ирландия. В свою очередь и в Шинфейн опасаются, что интересы их избирателей не будут приняты в расчет в ходе Брексита, если североирландское правительство не заработает вновь. Это тот самый случай, когда во многом спорное решение, а Брексит действительно штука крайне неоднозначная, помогает решить застарелые кризисы. Коалиция уже делит портфели и назначает даты заседаний, подбадриваемые как британскими, так и ирландскими политиками. Наверняка у кого-то появится соблазн сравнить националистов из Шинфейн с бандитами из ЛНР и ДНР, да еще и поставить коалиционное правительство с этими националистами в составе в пример. Вот, мол, как можно решать вопросы с мятежными регионами. Но это заблуждение. Ирландские сепаратисты – это действительно сторонники независимости своей родины от кого бы то ни было, пускай и действующие на грани, а то и за гранью закона. Фейковые же республики Донбасса – это лишь ширма для российской агрессии, сборища наемников и оппортунистов, лишенных идеологии и идеалов. Переговоры, тем более коалиции с бандитами – это верный путь к смуте, куда более серьезный, чем североирландская. Субтитры создавал DimaTorzok